Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают То, что я всех потерял Что мне делать? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают на четвертый этаж. Увидев детскую, женщина окаменела от ужаса. Квартира не только рухнула к соседям снизу, но и осталась без внешней, уличной стены. Я увидела, что моя младшая дочь сидит на краю. Конечно, шок у меня самый первый был, это не закричать, потому что если бы я ее испугала, она могла бы со страха упасть. Потом я Алисе крикнула, Алиса, смотри на меня. Говорю, просто смотри на меня, не шевелись, смотри на меня. Сейчас я Анжелику найду, потому что Анжелику я не видела вообще. Все было развалено, все было, ужас какой. Я крикнула, дочь, ты где? Я упала на тайти. Провалился пол, провалился потолок, можно сказать, все упало. Я заметила на себе шкаф, коляску, и еще маме кайчать. Я смотрю, что лежит на ней гардероб, наверное, сверху, который упал, там подушками все было завалено. Я не знаю, откуда залезите силы, я этот гардероб скинула, я правда его скинула. Я вытащила дочь, она была вся грязная, она была вся в крови. Я вылезла, поворачиваясь, вижу, сестра на краю. Получается, когда произошел взрыв, Алиса упала на диване, и получается, когда пол провалился, она упала вместе с диваном на край. Наталья понимала, что сама не сможет добраться до дочери. Спасатели готовили лестницы. Алисе было холодно. Сколько еще одна продержится в таком положении? Вся надежда на Анжелику. Да, я ее повернула ко мне лицом, сказала, доча, сейчас не кричи, назад не поворачивайся. Она говорит, мам, почему? Я говорю, потому что Алиса сидит на краю, так как она ребенок, она могла бы испугаться. Алисе сказала, чтобы она руки подняла вот так вот. Я говорю, Анжелика, ты прилезаешь, я говорю, делаешь вот так вот ей захват, ее вытаскиваешь и передаешь мне. Ну, что Анжелика и сделала. Анжелика по развалинам добралась до сестры, обхватила ее и ловко передала маме. Несмотря на свои 10 лет, девочка не растерялась и все сделала спокойно, без паники. Подоспевшие спасатели похвалили Анжелику. Я не испугалась, мне было не страшно. У меня не было мыслей. У меня была одна цепь, и все, достать ее, и все. Она вообще молодец. Другие бы дети испугались, а эта нет, сразу пошла. Мне надо вытащить сестру. Для меня это было как бы абсолютно нормальным явлением, как сестра к сестре относится, как мать к сестре. Мы должны своим родственникам помогать, несмотря вообще ни на какие-либо ситуации, даже иногда рискуя своей жизнью. Дом 9А на улице 28 июня сегодня после ремонта выглядит добротно. О страшной трагедии напоминают лишь деревья, посаженные жильцами в память о погибших соседях. Для семьи Анжелики 8 сентября стал вторым днем рождения. Храбрая Анжелика живет обычной жизнью, ходит в школу, гуляет с друзьями, с сестрой и рисует. Рисовать очень люблю. Мне ночью нравится смотреть на звезды. Мне нравится, когда вечер, такой красивый розовый, такой красный. Жизнь. Штука необыкновенная, это может случиться всякое, и поэтому надо ценить каждый момент, каждую секунду, и чаще общаться. Это самое главное по жизни. Субтитры создавал DimaTorzok